Здравствуйте, друзья! На протяжении всего XVII века аэратам приходилось бороться за свою свободу и независимость. Им угрожали многочисленные враги. У аэратов было много славных витязей, которые стояли на страже границ аэратских кочевий. Самым прославленным и знаменитым был Галдама, рыцарь без страха и упрека. Калмыцкий историк XVIII века М.Ч. Габан Шарап писал, что Галдама был непогрешим в самом малейших поступках. Галдама был сыном хашиутовского правителя Ачарту Цзэнхана. Уже в три года он, как и другие аэратские мальчишки, учился стрелять из маленького детского лука. Становясь старше, он скакал на коне, охотился в степи на осторожных торбоганов и пугливых дров. Постепенно приходило понимание закона природы. Мальчики знакомили степи с привычками животных, с особенностями трав. Они запоминали названия трав и деревьев и целебленные свойства многих из них. Могли описать особенности различных деревьев и форму их листьев. Когда он стал старше, специальные учителя учили Галдаму читать и писать по-аратски на тадубичик, на старомонгольском и на тибетском. А старые и опытные, прошедшие не одну войну витязи, обучали Галдаму и других молодых воинов военному делу, придавали им свой богатый опыт. Они учили, как правильно вырезать стрелу, владеть щитом, уводить, отражать удары, бить при необходимости его краем. Обучали они также искусству меткой стрельбы из лука. При этом аэраты, как и монголы, использовали свой метод натягивания тетивы, при котором большой палец правой руки загибается вокруг тетивы и оттягивает ее назад, при помощи налегающего на него ногтя указательного пальца, который в то же время должен еще придерживать стрелу для большого пальца. Было необходимо предохранительное кольцо, которое защищало внутреннюю сторону пальца от поранения при натягивании тетивы. Этот способ называется монгольский способ стрельбы. Обучаясь, юноши тренировались натягивать боевую лукуху, напрячься, подержать 30 медленных вдохов, выдохов и опустить. И так повторять снова и снова. Учили различать наконечники стрел — граненые, узкие, бронебойные для панциря, пластинчатого или чешуйчатого доспеха, а острые и круглые наконечники — бронебойные против кольчужного доспеха. Наставники учили будущих воинов тактики и стратегии боя. Всегда будь осведомлен, о действиях своих врагов — тайных или открытых. «Никогда не считай себя в безопасности от их действий против тебя и постоянно рассматривая способы, которыми можно перехитрить или разгромить их», — говорили они. Учили также владеть копьем и шабли. Всадники тренировались, нанося удары копьями на полном скаку по специальным мишеням, вначале неподвижным, но по мере усложнения тренировки перемещаться с переменной скоростью. На конец копья надевали кусок тряпки, окрашенной красителем так, что вместо попадания мишень было сразу видно. Потом переходили к поединкам между двумя всадниками с использованием копьи с тупыми наконечниками, окрашенными краской. К 15 годам Галдама спокойно мог на полном скаку поднять с земли шелковый платок и нанизить на наконечник копья небольшое кольцо, которое держал в вытянутой руке двумя пальцами его наставник. Вскоре пришлось Галдаме испытать себя в настоящем сражении. Неспокойно было тогда на границах айратских кочевий. Многочисленные враги постоянно угрожали нападениям, но самым опасным и упорным врагом был повелевавший казахами и киргизами богатырь Нянгирхан. О его подвигах слагали песни, а сам он носил прозвище «Неудержимый» и не было ему равных в битвах. Своими набегами он постоянно тревожил айратов, разорял их кочевья, угонял скот, уводил в плен людей. Существовало два наиболее благоприятных времени для набегов. Весенние набеги совершались в апреле-июне, после того, как снег окончательно отстаивал и появлял острова, необходимые для подножного корма коней. И осенний цикл. Набегов продолжался, как и весенний, тоже около трех месяцев с сентября по ноябрь. Лишь наступление зимних холодов и снегопады прекращали их. Для того, чтобы предотвратить очередное нападение Янгир-хана в 1652 году, Янгир-хан совершил поход против казахов. В степи встретились два сильных войска и началась кровавая битва. В окружении телохранителей скачет Янгир-хан по полю. Над его головой реет черный бунчук. Янгир-хан урановал в битве. Вот, огромным черным копьем Янгир сразил одного айратского воина. Второго, третьего. С каменным лицом наблюдает с холма черту Цзэн-хан за битвой. Видит он, как Янгир сражает арабских витязей. Вдруг к отцу на холм, на своем горячем скакуне поскакал Галдама. Отец, разреши я нападу на Янгир-хана, просит Галдама, 17 лет всего юному наену. Худощавый, стройный, в кольчуге и бахтерце. В высоком куполоврабженном шлеме, украшенном улан-зала. Сжимая пальцами сосновое древко копья, Галдама умоляюще посмотрел на отца и запел. Пока мой конь не утомится еще от езды, пока копье мое сосновым древком не притупилось еще, отец, пусти меня, я нападу. Пока мой конь не утомился еще от езды, пока ружье не испорчено, отец, пусти меня, я нападу. Будь осторожен, сказал хан и махнул рукой. Как стрела унесся вороной конь Галдамы, и как поется в старинной аэроскопесне, пятьсот смуглицых воинов своих за собой повел. Очертузан хан, не мигая, смотрел след. Вот Галдама со своими молодыми воинами подскакал к месту сражения. Подняв на дыбы коня, подкинул вверх копье и поймал его, сделав вызов на поединок Янгир-хану. «Кто этот юнец, спешащий умереть?» – с усмешкой спросил Яргин-хар. «Галдама, сын, очертузан хана», – ответили ему. «Сначала я снесу голову сыну, потом отцу», – сказал Янгир-хан, и вскач бросился навстречу Галдаме. Всадники сшиблись, каждый сумел умело отбить острее врага древком своего копья. Казалось, что всадники уже проскочили мимо друг друга, но в последний момент молодой наён концом пики ударил противника плечо. Тот слетел с лошади и покатился по земле. А когда оглушённый Янгир-хан привстал с земли, Галдама наскочив, сильно ударил его остреём копья и пронзил насквозь. Страхи закричали казахи, не киргизы. Ведь непобедимым был Янгир-хан, а тут его сразил какой-то юнец. Отзворачивая коней, спешили они покинуть место битвы, а Галдама со своими воинами неприятелей, что к горе находились, рубили. Неприятелей, что к воде находились, атакуя, рубили. Лучников всех отделяя, рубили. Сильных от слабых выделяя, рубили. Слава о Галдаме быстро распространилась среди айратов. А чертут Сэнг-хан в знак особого своего доверия и уважения к военным дарованиям Галдамы поручил охранять ему границы кочевий айратов от набегов врагов. Сыновья лучших людей засангов следовали за ним. Айратские витязи готовы были в сражении защищать Галдаму своим мечами и телами. Они пели «Смерть за достойного, славная смерть. Великой жизни она равна. Жизнь пожертвуй за душу ту, тысячам душ, которой цена». Мать Галдамы, Сулумца-хатун, в награду тем из подвижников Галдамы, которые отличились военными подвигами, дарила доспехи улба. Куртки, надеваемые под панцирь и ружья Бу. Зная о его честности, справедливости, щедрости и покровительстве простым людям, под знамена Галдамы стекались со всей Джунгарии. Войны, чтобы служить обожаемому молодому Найону, и он отбирал свою дружину самых лучших. В то время в айратском обществе иногда происходили конфликты между князьями. Отец Галдамы, Ачуртут Сен-хан, был вынужден конфликтовать со своим младшим братом Тайшоя Блаем, недовольным доставшимся ему наследством. Галдама не жалел усилий, чтобы улаживать конфликты внутри айратского общества. Как рассудительный политик и патриот своей родины, Галдама старался примирить враждующих. Где конфликт готов был перерасти в вооруженные столкновения, появлялся Галдама. Вот на поле брани сходятся два айратских войска. Уже лучники стали натягивать детевы своих луков, готовясь осыпать неприятеля тысячами смертоносных стрел. Но в этот момент из рядов одного войска вышел Галдама, не желавший проливать кровь айратов, и навстречу ему вышел его двоюродный брат Саган, сына Блаем Тайши. Один из них нес шахматную доску, а второй – шахматные фигуры. Они сели на поле между двумя готовыми к битве войсками и начали игру, которая продолжалась до тех пор, пока Чертуцу Ценхан и Аблай Тайши, растроганные дружбой своих любимых сыновей, не разошлись, уводя войска. В конце концов, Чертуцу Ценхан и Аблай Тайша помирились друг с другом. Не раз Галдама отражал нападение многочисленных врагов. Бдительный Галдама, сопровождаемый храбрыми витязями, не боялся врагов, несмотря на их многочисленность. Например, в 1658 году военачальник Бухарского ханства Абду Шикур, решив воспользоваться тем, что Айрат отмечает праздник Цагансар, дезапно во главе 38-тысячного войска в Торце, в Айратские кочевья, в районе нижнего течения реки Талас. Галдама со своими трехтысячным отрядом выступил ему навстречу. На рассвете Айратские разведчики, натершись полынью и зайдя с подветренной стороны, чтобы обмануть страживых собак, тихо сняли вражеских часовых. Потом Галдама со своим отрядом внезапной атакой обрушился на лагерь противника. Всю ночь и весь день длилась кровопролитная битва. В сражении неприятель был разгромлен, а сам Абду Шикур погиб в единоборстве с Галдамой. Всех захваченных в плен Галдама приказал отпустить домой. Им дали по одной лошади на двоих и припроводили до границ Бухарского ханства. Вот таким добрым и справедливым к друзьям и суровым, но снисходительным врагам был айратский герой Галдама. Из рассказа Арлтана Басхайва. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.